Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа Судный День, в которой мы обсуждаем игровые новости, события, сами игры. К сожалению, сейчас лето, ну, к сожалению. Для кого-то это счастье, солнышко, веселая погода, хотя нам не повезло, мы попали в самый эпицентр урагана. Деревья за окном чертовой матери повыкорчевывала, сейчас во дворе жужжат бензопилы. И все это разгребается, разносится, кое-как пытаются все ликвидировать, все эти природные катастрофы. Но, в целом, ситуация на игровом рынке еще более увлекательная, я бы сказал, потому что вышла игра под названием Pokemon Go. И она превратилась в своего рода флешмо по всему миру. Ну, перед тем, как мы перейдем к обсуждению данной игры, в которую, кстати, никто из нас не играл. Она в России же официально еще не запустила. Не, ну, можно, есть хитрости. Не, ну, понятно, что через АПК можно. Да, дорогие друзья, с вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов вот тут. Привет. Влазит в разговоры и Антон Запольский-Довнер. Добрый день. Антон, ты же не поставил эту гадость, да? Нет, у меня нет, спасибо. Нет, спасибо, да. Я тоже как-то так, ну, то есть даже не то, чтобы мне как-то лениво было ее поставить, но учитывая тот нескончаемый поток самых веселых скриншотов, которые люди публикуют, где они только своих покемонов не находят, да, как-то сложно удержаться для того, чтобы в один прекрасный момент не влезть туда и, в конце концов, не инсталлировать, и не пойти искать Пикачу где-нибудь в президентском дворце. Может быть, его там придется искать. Ну, в связи с покемонами, начнем из описания базовой концепции. Дело в том, что компания Nintendo, Pokemon Company, вместе с компанией игровой, которая принадлежит Google, сделали замечательную игру, которая называется Pokemon Go, и которая, ну, не имеет ничего общего с теми самыми покемонами, которые выходят на консоли 3DS. Грубо говоря, это не ролевая игра, это не приключение того одного покемон-мастера, который ходит, покемон-тренера, сражается с другими, находит покемонов, тренирует их, пытается сделать лучшее. Здесь все происходит в реальной жизни. Вы и есть покемон-тренер. И устройство для обнаружения и ловли покемонов находится прямо у вас на смартфоне. И вы через экран смартфона, через камеру, создается эффект дополненной реальности, начинаете искать своих покемончиков, ловить их. И самое забавное, что находятся они в совершенно разных местах, удивительных местах, и куда порой бывает сложно добраться. Например, у соседа на заднем дворе, да, или в каком-нибудь охраняемом объекте, куда люди залазят, рискуют жизнью. Некоторые преступные группировки, уже были новости про это, достаточно забавные, приманивают покемонов. Есть возможность за деньги приманивать покемонов. Они приманивают их в укромный уголок. Туда приходят тренеры покемонов, чтобы ловить этих самых покемонов. И у них забирают все их гаджетики, деньги и прочее. Дают пендели, и ребята уходят, размазывая слезы, жаловаться родителям и в полицию. Ну, в общем, такие достаточно странные ситуации. Но покемон гоу интересен даже не тем, что это в принципе, вот с моей точки зрения, что такое покемон гоу. На мой взгляд, Nintendo сделала прекрасный подарок всем людям, которые устанавливают данное приложение. Она их заставляет выходить из дому и заставляет гулять. Вот это вот самая главная проблема, которую очень и очень остро стоит перед современным обществом. Недостаток движения, да, люди прирастают к своим креслам. Люди мало двигаются, мало общаются из-за этого. Люди привыкают общаться в чатиках, да. Сейчас их хочешь, не хочешь, их выгоняют на улицу. Их заставляют путешествовать, их заставляют исследовать родной город. И даже когда они попадают, например, в другое место в процессе путешествия, они в итоге тоже начинают узнавать через призму данной игры. Потому что, да, там в одном месте покемонов больше, в другом меньше. Он видит эти указания, он идёт туда, ловит покемонов, сражается с другими мастерами покемонов. Ну, всё это достаточно забавно. И что интересно здесь, вот мы поговорим про то, что, несомненно, данная игра оказалась очень успешна в первую очередь для самой компании Nintendo, для Pokemon Company. Капитализация Nintendo возросла сначала на 9 миллиардов долларов, сейчас потом уже на 11. Я не слежу, но, по-моему, она даже до сих пор растёт, потому что успех у игры колоссальный. Она приобрела мировой масштаб. Не знаю, да, по-моему, даже создатели это не ожидали. Но, что интересно, это то, что успехами покемонов пользуются также представители малого бизнеса. И благодаря этому они начинают, например, владельцы кафе, ресторанок, разнообразных забегаловок, или просто людей, которые держат какие-то культурные центры. Они начинают приманивать к себе покемонов в игре, если такая возможность. За реальные деньги ты приманиваешь к своему месту покемонов. И тренеры покемонов, так называемые, да, тренеры покемонов туда приходят и начинают тратить деньги у тебя в забегаловке, потому что только у тебя есть эти покемоны, а в округе их больше ни у кого нет. Естественно, данная ситуация вскоре рискует обернуться достаточно такой эпидемией. То есть, один ресторатор предсделал такую акцию, вывесил табличку «покемоны только для посетителей», и к нему повалили люди. Некоторые отмечают, что на 30%, на 50% увеличивается посещаемость. Другой это заметил, решил сделать то же самое, и в итоге уже вот в округе все начинают приманивать покемонов. Но для того, чтобы отбить затраты на приманку этих самых покемонов, будут вводиться, естественно, увеличения ценника. Маленькие такие. Но платить за это будут не только тренеры покемонов, но и те люди, которым на эту игру, в общем-то, глубоко безразлично. Которым эта игра глубоко безразлична. Ну, вот так вот получается. Также таксисты быстро сориентировались и начинают, тоже устанавливают в себе это приложение. И через него они узнают, где скапливаются эти самые тренеры покемонов. И быстро реагируют на их запросы, чтобы их быстро водить с места на место. Прокладывают новые маршруты. Идея, в принципе, очень хорошая, очень интересная. И благодаря этому объединяется мир, объединяются люди. Кто-то на этом зарабатывает. Ну, а почему бы не зарабатывать? Люди гуляют. Ну, в принципе, Nintendo создала опять новый феномен. И я за нее рад. А как вы считаете, ребят? Вот, Миша. Ну, во-первых, не создала она новый феномен. Она взяла известную составляющую. Она приклеила к ней имя покемонов и получился феномен. То есть, она его не создала. Она использовала уже известные наработки. Ну, просто без покемонов это бы не работало. Понимаешь? Естественно. Без покемонов это... То есть, понятно, что подобные идеи были. Понятно, что если мы будем копать, то здесь прежде всего стоит отметить компанию Sony, которая вот этот элемент реальности, элемент социализации через GPS пыталась ввести в консоль PlayStation Vita. Не получилось у нее. На тот момент слишком обогнало, что называется, свое время. То есть, люди не слишком активно покупали PS Vita. Не получилось у нее их социализировать через это, заинтересовать, чтобы они вставляли сим-карточки в игровую консоль и через них получали доступ в интернет всегда и везде. И, ну, объединялись, искали там по городу какие-то новые приключения, друг другу подарочки. Этим не пользовались разработчики игр, хотя могли... В общем, возможность была вот уже тогда. А сейчас Nintendo, да, она, что называется, подобрала то, что хорошо лежало. Собственно, вот эта компания, услугами которой она воспользовалась, уже не новичок на этом рынке. Они им предложили, а давайте вы сделаете про покемонов. Это за Pokemon Company, скорее, предложила с подачи Nintendo. Nintendo, я же говорю, тут во всей этой ситуации скорее вступает как частичный владелец... Ну, Pokemon Company, да. ...за Pokemon Company, да, как 33% акций. За Pokemon Company принадлежат Nintendo. Ну, в общем-то, очевидный момент, что для того, чтобы сделать что-то суперпопулярное, вывести, возможно, интересные и простые идеи на новый уровень, им нужен популярный бренд-двигатель, который придаст, собственно, толчок популярности той или иной забавы, и она выйдет на новый уровень популярности. Как-то так. То есть, понятно, чтобы что-то стало популярным, желательно. Либо сначала надо было долго создавать бренд покемонов, чтобы можно было выпустить мобильную игру Pokemon Go, которая тут же, как зараза, заполонила все ленты западных сайтов, на которых... Сейчас, да, новости про покемонов, кто кого где нашел, очень огромное количество всяких забавных фото еще... Да-да-да, как там трупы находят, когда покемонов ищут, как там... Ага, да-да-да. Как там еще, там, во время прогноза погоды одна из сотрудниц зашла на съемочную площадку, поезд прошла мимо, точнее, ведущего прогноза погоды в поисках покемона. И так далее, и так далее. Но на Западе, да, сейчас эта зараза... Будь здоров. Не хуже Angry Birds в свое время. Я вот, кстати, не совсем даже понимаю, почему этой заразой увлеклись даже не столько дети, не столько подростки, сколько взрослые. Вот это меня удивляет, потому что, ну, покемоны, ну, простите, это такой мультик, которым увлекаешься в детстве. Так в этом-то все и дело. Да, ностальгия. Покемоны, так как сейчас практически, ну, то есть сериал сам мультипликационный, его не очень он, на самом деле, популярный. Ну, как? На Западе. Ну, так, он... Дело в том, что даже он банально хуже, чем самый первый сериал «Покемона». Словно говоря, просто там хуже сама именно формула сериала. Ну, я не специалист, я... Ну, я просто как-то нарывался на пару серий, и он реально очень скучный, он совсем детский, там нет элементов приключения, нет элемента нахождения постоянно новых покемонов, то, что было в старом мультике. То есть там все по-другому сделано, и, в принципе, понятно, почему он не настолько популярен. А на Западе, в той же, в тех же штатах, там культ Ниндендо есть, особенно именно старый, Нессовский, Геймбоевский, и это все, собственно, оттуда и пошло. А учитывая, что мобильники есть у всех, смартфоны, поэтому как бы просто люди... Почему бы и не скачать, так сказать? Это же вся прелесть в том, что ты скачал, там можешь поиграть пять минут, можешь поиграть пять часов. Вот, и все, тебе никто ни на что не заставляет тебя тратить время, просто уже по своему собственному желанию. Главное, что есть такая возможность. А учитывая огромное количество просто инстал-базы с самих смартфонов, то тут... Ну, тут... Любой, любая франшиза. Любой человек может пойти и начать ловить с покемонов. Ну, естественно, когда данная игра зарелизится во всех регионах, а не только в Америке, там, в Канаде, в Зеландии. В этом-то вся и суть. То есть, главное, по сути, это сама франшиза покемонов. То есть, главное, это сами покемончики. Нет, так я понимаю. С другим бы это вообще не прошло никак, сколько ни делай, ничего бы не помогло. Я понимаю, но, понимаешь, этим же увлекаются даже люди, ну, которым даже по статусу как бы не положено этим увлекаться. Это проникает во все новости. Представить себе людей, которые ходят сейчас со смартфонами и такие... Так, где мой покемон? Где мой покемон? Ну, это очень-очень странно. У нас пока это еще не эпидемия, но я вот лично боюсь, вот когда... Пока, слава богу, для того, чтобы установить покемонов, нужно там станцевать немножко с бунами, да? Туда-сюда настройки поменять. Ну, когда она появится в магазине, у нас начнется тоже самое. Я бы так не сказал все же. Всем известно, что на СНГ магия Ниндендо не работает. Настолько хорошо. Сейчас. У нас до сих пор все прекрасно помнят Марио, понимаешь? Но никто в него не играет. А тут можно играть, как ты правильно сам заметил. А потому что устройство доступно всем, потому что наконец-то Нинтендо начала работать на общей платформе и, кстати, неплохо на этом деле сейчас зарабатывает. Потому что она наконец-то вышла за пределы своих маленьких уютных консолей, которые, простите, покупают сейчас только энтузиасты, потому что, ну, ломает людей, ну, объективно ломает людей покупать консоль, грубо говоря, ради одной-двух интересующих игр. Понятно, что на 3DS-ах гораздо больше, да? Но я говорю про именно интересующих. То есть ты покупаешь игровое устройство, чтобы играть там в игру. И после этого ее куда-нибудь там задвигаешь там в дальний угол. А сейчас Нинтендо выходит на общий, что называется, рынок, на рынок смартфонов. Рынок, который доступен каждому. Каждый человек может приобщиться к этой магии Нинтендо, всем известной. И все начинается. Пошли-поехали. И, кстати, мы с Мишей недавно обсуждали вот эту тему. На что может быть похожа Нинтендо NX? Почему компания ее нигде не представляет? Почему та же самая демонстрация новой Зельды проводилась на Wii U, а не на новой консоли? Ну, просто хотя бы, даже если эта консоль находится в черном-черном ящике, да, который никто не видит, но просто чтобы показать мощь устройства. То есть, чтобы показать вот отсутствие лесенок, сглаживание, чтобы, ну, более презентабельная картинка была. И пришли к странному выводу, конечно. И, точнее, даже не к выводу, а к гипотезе. Такой, вот что собой будет представлять Нинтендо NX? Потому что, на мой взгляд, данное устройство, это будет приставка к смартфону. Я вот реально, я вот более чем уверен. Приставка к смартфону, да, там с набором каких-то кнопочек, с какой-нибудь, может быть, расширенной памятью, с какими-то, может быть, дополнительными функциями. Но в итоге, то есть, это будет штука, которая подключается к смартфону, использует его экран. И, возможно, там будет, в том числе, и слот для картриджей 3DS, чтобы обеспечить обратную совместимость. И все, пошло-поехало. Потому что, ну, примеры более чем успешных игр Нинтендо на iOS и Android, их уже две вышло, Nintendo это второй проект, показывают, что данный рынок приносит просто колоссальные деньги из ничего. А если Нинтендо выпустит приставку для смартфона, ну, все, все, эра, новая эра Нинтендо, все игры Нинтендо будут доступны на смартфонах с кнопочками. Я, кстати, боюсь даже себе представить, что будет, если Нинтендо начнет переиздавать для смартфонов всю свою классику для NES и SNES, и продавать их за реальность. Ага, по 10-20 долларов. А не обязательно 10-20 долларов. Ну, вот, допустим, появится Супер Марио там за 2 доллара. Я просто боюсь представить, какие прибыли она в итоге будет получать. Я реально боюсь представить, потому что люди будут покупать, ну, блин, кто не купит все вот эти вот любимые наборы игр, которые всем известны там с детства. Это было бы идеальное решение. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд, и, в принципе, мы уже давно говорили про то, что Нинтендо давно пора завязывать со своими собственными консолями. Пора выходить на общий рынок, потому что консоли у нее не получаются. У нее получается делать игры. Это известно всем. Ну, так давайте. Подарите свои игры всем и каждому, а не только тем преданным поклонникам, которые готовы к игре еще отстегнуть несколько сотен долларов за консоль, чтобы, собственно говоря, к ней присоединиться. Нинтендо заработает на этом. Нинтендо заработает. Нет, Нинтендо всегда зарабатывает. В этом секрет данной компании. За что она мне и нравится. Даже когда Нинтендо проигрывает, она умудряется зарабатывать. Именно проигрывать рынок. Просто немного она. Просто зарабатывает не так много, как раньше, но всегда зарабатывает. Прямо так, чтобы в ноль каких-то таких грандиозных программ. У них был плохой старт 3DS из последнего. А именно, чтобы так ухнуло. Последний раз Нинтендо только, наверное, с виртуал боем. Ну, на моей памяти. Может, еще что-то было? Я сходу не помню. А по поводу NX. Возможно, это будет, как многие уже предполагают, гибридная консоль. То есть, у нее будет некая базовая станция. Не сильно производительная. Что-то уровня приставок к телевизору, возможно. На которую будут выходить игры по 3DS. Возможность играть на мобильных играх. Возможность, там будут функции Smart TV. Не исключаю, что она вообще будет на сторонней операционной системе. Не знаю, какую там Нинтендо выберет. Но это, возможно, будет не своя какая-то закрытая экосистема. Возможно, это просто будет своя версия вот такой приставки. Потому что Нинтендо нет смысла пытаться сейчас догнать Xbox One и PS4 в плане производительности, каких-то технологий и всего остального. Не получается это у Нинтендо как-то. Нинтендо больше по шагам в сторону специалист в последнее время. И вот шаг в сторону в плане поддержки смартфонов и возможности играть на смартфонах в игры от 3DS или для Wii U или некая комбинация. Там же они собираются вводить единый аккаунт, что ты поиграл на вот этой, допустим, базовой части консоли, записался в облако, пошел, продолжил играть на портативной части консоли. Многим, в принципе, не так-то важна графика. Тем более в играх от Нинтендо. Если они еще будут дешевле стоить или будут брать с масштабом и стилистикой, ну, будут скрываться за масштабом и стилистикой, как в случае с Зельдой, то это, в принципе, нормально. Потому что пытаться бодаться сейчас Sony и Microsoft Нинтендо смысла особого нет. Не, ну, конечно, она может попытаться, но опять, да, это, что называется, заранее проигранное сражение. Ну, Нинтендо не делает технологичные игры. Как показала практика, Нинтендо не сильно цепляется за независимых издателей и разработчиков. Ей как-то достаточно собственной маленькой платформы, чтобы разрабатывать собственные игры и неплохо на них зарабатывать. Тут они молодцы. И когда мы говорим про Sony и Microsoft, это все-таки платформы для мультиплатформы. Ну, простите за тавтологию. То есть это консоли, чтобы продавать мультиплатформенные игры в большинстве своем. С этим они справляются замечательно. Опыт последних поколений, ну, простите, вот Нинтендо уже столкнулась с этим с Wii, столкнулась с DS, 3DS, Wii U, где успеха добивается фактически только сама Нинтендо. Остальных, у остальных как-то не сильно получается, ну, если не брать такие маргинальные примеры, типа там Just Dance, которые, ну, очень... Очень повезло Ubisoft, скажем так. То есть угадала с темой. И до сих пор неплохо продает игры в данной серии. Вот. Но когда мы говорим вот про то, что про возможность расширения на смартфоны, да ради бога, только в путь. Потому что будут продавать свои собственные игры и все, и забудут о том, чтобы что-то, кого-то к себе приманивать. Зачем? Опять же, у Нинтендо куча популярных брендов, которые могут продавать себя сами, как доказал Pokemon Go. И так, в общем-то... Здесь еще одна новость поступила. Нинтендо то ли на волне успеха, то ли давно так задумывала, собирается выпустить 11 ноября новую версию NES. Ну, Dendy, более у нас известная. То есть старая добрая приставка. За 60 долларов с ней будет поставляться набор таких известных игр, как Mario Bros., Legend of Zelda. Первая, да? То есть все первое. Metroid, Donkey Kong, Pac-Man, Kirby's Adventure. Если бы это была SNES Classic Edition, я бы купил не глядя. SNES с баксов 150 должно стоить. Я бы... Почему? Ну, это ж Нинтендо. Слишком могучее железо там, что ли? Она умеет делать игры. Во-первых, ты еще должен будешь купить в Европе адаптер. Ну, если я ничего не путаю. По крайней мере, в UK точно придется. Покупить ее адаптер. Во-вторых, да, она не поддерживает картриджи. И вообще какие-то, я так понимаю, дополнительные... Ну, там будут уже встроенные игры. Ну, так... Нет, так дополнительные игры, я так понимаю, не поддерживают. Ты не можешь что-то туда закачать, насколько я понимаю. Вот. Плюс дополнительный контроллер ты купишь за 10 долларов. Вот. Нинтендо, знаешь, она умеет делать деньги из воздуха на ностальгии. С одной стороны, да, все эти игры можно запустить бесплатно на эмуляторе с любым падом, как хочешь. С другой стороны, вот взять вот эту вот мини-Нинтендо, которая у тебя в детстве была, ну, в случае с пользователями Запада, это та самая Нинтендо, в отличие от нас. Подсоединить тот самый джойстик, включить на телевизор и играть. Это, понимаешь, это вот именно, что на ностальгию давит Нинтендо, умеет зарабатывать деньги из воздуха на ностальгии. У нее это прекрасно получается. Благо, что есть на чем зарабатывать. Тут, как бы, сложно спорить. Вот, а так, шаг хороший, в принципе. Как подарок на Новый год такой забавный. Вот, такой просто сувенир, в конце концов, для фанатов. А, кстати, в качестве подарка такого, да, отлично сойдет. Так в том-то и дело, ребенку... То есть, самому покупать... Ну, даже, ты знаешь, вот я очень не уверен, что ребенок после современных игр, современной графикой, будет с удовольствием на большом телевизоре играть в игры для NES. Ну, я же говорю, для SNES отлично. Для NES... А почему нет? Ну, не... А что, вот это за инди-современные... Да, кстати, причем некоторые хуже еще, чем игры для NES выглядят, так что тут Антон прав. Можно, знаешь, человек, который не знаком с индустрией, может реально не почувствовать разницы, новая это игра или старая. Ну, начнет, скажет, ух ты, что-то инди-разработчики хорошие игры научились делать. А не только Майнкрафт. Ну, то это, я думаю, магия как-то быстро улетучится. Ну, ладно, давайте закончим уже с Nintendo. Давайте, Антон, давай, вот к тебе тема. Вот она буквально вот такая вот жизненная, жизненная. Всем известно, что разработчики мультиплеерных шутеров в последнее время совсем обнаглели, да, начали выпускать игры без одиночной компании, с минимумом контента, там, обещают, мы там дальше будем развивать. Некоторые наглеют настолько, что начинают сразу же на стадии выпуска вводить в игру кучу DLC мелких, season pass и микротранзакции, при этом ты смотришь на игру, а там, ну, как бы, нечего, нечего видеть. Все быстро так исчерпается, и ты толком не понимаешь, за что ты эти деньги тратишь. Естественно, эти игры проваливаются, и их ждет очень такое бесславное будущее. Вот мы, известно, что PC-версия Battleborn, ну, по крайней мере, PC-версию можно анализировать, потому что активность можно отслеживать в сети, поэтому PC-версия Battleborn стремительно теряет аудиторию, там в нее играют жалкие сейчас сотни человек в онлайне. Я, честно скажу, недавно пытался запустить, и я очень долго искал партию для игры. Это катастрофа для мультиплеер, просто катастрофа. Это непозволительно, на самом деле, и, собственно говоря, после этого... Ну, сама игра не вызывает энтузиазма, честно, да? А когда ты пытаешься еще... Сидишь 5 минут, 10 минут, ты пытаешься найти партию, ну, это как-то вообще, да, извините меня, ни в какие ворота не лезет. Но, тем не менее, один пример. Второй пример. Игра Evolve тоже, которая вышла, которая была достаточно тепло принята прессой, однако, увы и ах, провалилась. Но, тем не менее, как только авторы Evolve перевели ее на условно-бесплатную основу, вот сейчас... Сейчас пока полностью бесплатно. Ну, пока, да, пока бесплатно, да, то есть можно пока играть, пока бета-версия на PC доступна пользователям, сразу же привлекла огромное количество аудитории. Вот в течение, вот, как только они анонсировались, сразу миллион игроков присоединился, сейчас десятки тысяч человек в онлайне, судя по статистике, в Steam сидят, в нее играют, и такая концепция людям нравится, и люди... Вот отрицательное мнение, которое вот сразу на старте было, за что я плачу деньги, да, вот сейчас начинает исправляться за счет положительных обзоров, потому что, ну, людям, в принципе, такой подход нравится, когда им не навязывают необходимость тратить деньги. А игра-то, на самом деле, неплохая. Я же еще когда обзор писал, да, все хорошо, только, простите, ну, наглость сразу вводить микротранзакции на стоимость, там, 120 долларов, если не больше, вводить сезон-пассы какие-то безумные, при том, что у вас достаточно однообразия игровых моментов, то есть здесь нужны и новые карты, новые режимы, то есть вы должны игру развивать постоянно, а не пытаться вот еще и зарабатывать каким-то образом на ней. Ну, как ты это прокомментируешь? Ну, начнем с того, что, ну, все знают, что все любят бесплатное, особенно на ПК, free-to-play, как цветет и пахнет. И я вот вспоминаю другой пример кошмарной такой игры Fear Online, которая плоха во всем, абсолютно во всем, но при этом матч я там находил, ну, за секунд пять. С количеством игроков проблем не было. Тут в этом есть, наверное, и прелесть free-to-play, что как ни крути, но у тебя в любом случае будут играть. То есть, может, они будут играть недолго, будут текучка большая, скажем так, игроков, но у тебя всегда будет аудитория, то есть человек, который новый придет, он не увидит этот призрачный город, где никого нет, где матчи ищутся по 20 минут, ты ничего не понимаешь вообще, то есть тебя находят, кидают. Это как, знаешь, как в онлайне в Call of Duty на ПК. Ты вот новичок заходишь, у тебя там первый уровень тебя сразу бросает к ребятам максимального, а то и в США. И ты такой, господи, куда я попал, что происходит? Да, и то есть, ну, просто людей мало, а те, кто есть, они в основном уже старички. И вот, по сути, free-to-play это легко исправляет, потому что всегда есть куча новых игроков. Огромное количество новичков. Да, и здесь не важно, какая игра, а когда такие проекты, как в которые сделаны, в принципе, относительно талантливой студии, с неплохим бюджетом для мультиплеерного проекта, с хорошей графикой. Очень большим бюджетом, очень хорошая графика. Претензий вообще нет ни к дизайну, ни к анимации, ни к чему. И тут все, вопросов нет. Один сыграл, рассказал друзьям, друзья спрашивают, что надо покупать, говорят, нет, не надо, качай, играем. Все. Учитывая, что игра командная, то любой человек, у кого есть друзья, я надеюсь, у всех они есть, он всегда пригласит своего напарника, чтобы играть вдвоем, так как игра командная. То есть, в любом случае, приятно иметь плечо друга рядом. И поэтому тут будет, скажем так, пользователь расти скорее в геометрической прогрессии, чем в другой. Потому что один пригласит десятерых, это точно. И поэтому это верный шаг, Battleborn тоже к этому придет. Скорее всего, к этому придет даже Overwatch в какой-то момент. Нет, Overwatch не придет. Нет, я думаю, что где-то год, может, больше он придет к этому просто потому, чтобы, возможно, освободить место для другого платного проекта. Нет, нет, нет. Ты знаешь, просто у Blizzard принципиальная позиция. Они не меняют свою политику. Они могут изменить игру, но не политику. Они так не кидают пользователей. Понимаешь, вот когда... Вот пользователи Valve такие, знаешь, которые купили игру в свое время, которые быстро и наелись в течение недели-двух, ну, когда сообщили, что игра переведена на словно бесплатную основу, ну, так немножко обманутыми себя могут чувствовать. Во многом из-за того... Все так чувствуют всегда. Не-не-не-не. Я говорю не потому, что они обмануты. Я говорю потому, что вот сейчас, когда я вот зашел в альфа-версию, в бета-версию вот этого условно-бесплатной штуки, я увидел наконец-то законченный продукт. Продукт, в котором есть интересная система развития, чего не было. В котором есть стимул для постоянного возвращения в игру, чего не было. В которой есть огромное количество героев и монстров, чего раньше не было. Понимаешь? И я вижу законченную продукт. То есть этот, вот этот продукт, который сейчас находится в состоянии бета-версии, вот этот продукт уже сейчас достоин своих денег, которые за него платили. На ранней стадии это была заготовка. Тебе предлагали заготовку купить, ты в нее играл, и в итоге сейчас пользователи бесплатно получают то, что ты хотел получить вот на ранней стадии вот этого восстановления самой игры. Вот это меня больше всего беспокоит, потому что пользователи, которые игру купили, они получили гораздо меньше того, чем пользователи сейчас получают бесплатно. Вот это неправильно. Есть такая вещь, ну, она касается любых бесплатных проектов, мультиплеерных особенно, что на старте даже в бесплатной игре ты в любом случае получаешь мало. Ну, ты, конечно, ничего не потратил, но, по крайней мере, потратил время. И реально, если захотеть, вот я после... Недавно сзадово решил поиграть в Теру. Вот так просто мне захотелось что-то. Решил поиграть. Там с момента обзора прошло там, ну, полгода, по-моему, больше. Я зашел в игру, я ничего не узнал. Ну, то есть настолько все поменяли, даже включая интерфейс, включая начальную локацию, все изменили. Просто все. Просто они вот вдруг решили и перезапустили проекты. По большей части, мне пришлось даже заново все изучать. Что, как, почему происходит, то есть где там квесты, где то, где все, где крафты и все такое. И это подвержены все проекты, долгоиграющие. На самом деле, надо взять тот же Diablo 3, который сколько вышло патчей. Человек, который поиграл в самую первую версию Diablo 3, сейчас зайдет. Он испугается просто, что стало с игрой. Поменяли, если не сказать, что... Ну, так тоже самое Heroes of the Storm, который дико изменился. Кстати, Heroes of the Storm вообще не изменился. Там просто он... Ну как? Ну, добавили героев, добавили карты. Скажем так, персонажей переделали, по-моему, 2 или 2 или 3. Просто когда я смотрю сейчас стримы по Heroes of the Storm, я там вообще не понимаю, что происходит, потому что новые герои с совершенно дикими способностями. Это да. Новые герои, это логично. Но люди иногда меняют и остальные части игры. То есть они делают ее... Меняют не вширь, а меняют саму суть иногда. Мне вот в Headstone ситуация не очень нравится. Да, но в Hearthstone все знают пример Magic, где выходила целая куча всегда новых механик, новых вещей, которые... меня беспокоят. Меня беспокоит то, что вот этот вот Blizzard балансирует и перебалансирует игры. Это я к чему? Из-за того, что вот когда заходишь после долгого перерыва, и вроде у тебя хорошая колода раньше была, ну, типа хорошая колода, и ты внезапно видишь, что в твоей колоде все твои лидирующие карты, на которые ты делал ставки, были немножечко так сбалансированы. На кого-то цены увеличили, у кого-то способность убрали или поменяли, для того, чтобы они так не рулили. И ты понимаешь, что вот то, что ты покупал, ну, я имею в виду, что ты покупал бустеры, сжигал дубликаты для того, чтобы получить, купить за вот эту пыль потом вот эти легендарные всякие карты, ты понимаешь, что все это потрачено зря. Да. Вот. И ты начинаешь... Близзард, что ты делаешь? И начинаешь, что называется, заново копать все это дело. Все верно. Ну, кстати, по поводу Близзард, здесь мы коснемся еще одной новости. По поводу того, что Evolve стала условно бесплатной, эта новость, несомненно, хорошая. Это, я надеюсь, это хороший указатель для многих других разработчиков и издателей, которые думают, что мы сейчас выпустим шутер и будем продавать его за деньги. Как Близзард это делает, да, но, простите, вы не Близзард, у вас нет имени, Близзард, у вас нет такой фанатской базы Близзард, поэтому ничего у вас, простите, не получится, как бы вы ни назывались, потому что Близзард это все-таки феноменальная компания, у которой история, напоминаю, идет с ранних 90-х годов, вот, и с тех пор формировалась эта вот компания и политика, слава богу, компании, о том, что они не выпускают ерундовая проекта не изменилась, они до сих пор держат марку и из-за этого за них держатся аудитория и люди, вот, других таких я, честно говоря, вот припомнить не могу, ну, вот Nintendo еще, да, есть, но это уже консольный рынок, вот, надеюсь, что Battleborn тоже переведется на условно-бесплатную основу, просто для того, чтобы нарастить базу игроков, надеюсь, что пользователям в итоге тоже, которые купили игру, достанется что-то более-менее выгодное, вот, но, ну, будем смотреть дальше, тем не менее, я рад за Evolve, я рад, что авторы пересмотрели вот эту вот концепцию, мне даже было интересно в нее поиграть, снова вернуться и сейчас меня радует то, что я могу к ним возвращаться снова и снова и будут в онлайне встречаться люди, отток игроков на ранних этапах игры был очень сильно заметен и я в обзоре отдельно писал, что покупать игра хорошая, но покупать не советую, потому что отток гигантский, вот, и да, а вот сейчас, ради бога, пожалуйста, каждый стандартный, еще раз повторю, это игра с интересной концепцией, с отличной графикой, вот реально, если вы хотите увидеть мощь своего компьютера, ну, вот там CryEngine, он вот отрабатывает все свои деньги, все хорошо, и анимация, и стилизация, стилизация вот прекрасная, вот то, как герои нарисованы, вот то, как они санимированы, как монстры сделанные, ну, прекрасно, все прекрасно, мне очень это нравится, вот, ну, касаясь Blizzard, кстати, очень интересный слух поступил, дело в том, что источники из авторитетного журнала Forbes выяснили подробность о том, что Blizzard, видите ли, когда-то работала над вторым дополнением, но в итоге было решено отказаться от этого дополнения, а тот готовый контент, который они сделали, они выпустили в формате бесплатных патчей, сюда входят и новые локации, и Канайкуб для трансмутации, и куча там разных предметов для трансмагрификации и прочее, вот в этой связи мне интересно то, что Blizzard начинает очень пересматривать, ну, не только Blizzard, сейчас все начинают пересматривать концепцию выпуска из своих игр для того, чтобы они приносили деньги не только как разовый элемент покупки, а то, чтобы они приносили деньги постоянно, чтобы в них были какие-то микротранзакции, чтобы пользователи несли денежки, вот если в западном регионе Diablo 3 не сильно прибыльный проект, то в восточном, Китае, Корее, где это условно бесплатная игра, там Diablo как раз зарабатывает для Blizzard достаточно неплохие деньги, вот новость, на мой взгляд, заслуживает внимания, потому что показывает, что возможно скоро какие-то изменения будут внесены в Diablo 3, чтобы перевести его на какую-то новую основу, ну, мне так кажется. Да, я в этом почти не сомневаюсь, ты говоришь, вот Blizzard не меняет, всему, все когда-то впервые происходит, оказывается, что с Diablo 3 происходит, это все произойдет в скором времени, впервые у Blizzard, когда она переведет Diablo 3 на условно бесплатную основу, в том числе на Западе, потому что, судя по всему, они отказались от выпуска второго дополнения, я так понимаю, что они поняли, что аукцион не работает, убрали вот этого. Аукцион, просто они не продумали баланс, там в игре было слишком много дыр, и в итоге к чертовой матери полетела вся финансовая схема. Получается, убрали этого Джея Уилсона, поставили вот этого Маскеру, по-моему, я так понимаю, он должен был довести до ума Diablo 3 кое-как, без учета аукциона, сейчас он тоже ушел, и сейчас, мое мнение, Blizzard раздумывает над будущим Diablo, и, скорее всего, оно будет, это будущее, это free-to-play. Так, собственно, в Китае с трансмутациями вот этими за деньги и так далее, и так далее. То есть, они отказываются от идеи постоянной поддержки. Ну, может, не совсем free-to-play, может быть, это будет формат своего рода как World of Warcraft, который, ну, как бы тоже free-to-play, да, но до 20 уровня играем бесплатненько, да, но, тем не менее, аддончики покупайте, пожалуйста, за дополнительные услуги платите денежки, а хотите вот этого прекрасного полыхающего коника, ну, 5 долларов с вас, пожалуйста. Есть одна беда такая с Diablo, ну, по крайней мере, что Blizzard надо подумать над этим. Дело в том, что если, скажем так, в стандартной RPG монетизацию очень легко прикрутить, то есть, вот, скины, маунты и вот прочее. Да, то здесь очень сложно. А в Diablo-то вся суть это именно выбивание шмоток, по сути, всяких аксессуаров, даже именно косметических, питомцев, это все люди хотят выбивать, они целенаправленно ради этого бегают по этим подземельям. То вот тут надо какую-то придумать другую схему, именно, потому что скины продавать, ну, на самом деле, не очень получится, будет не очень красиво именно в рамках самого жанра. Не, так это смысл пропадает, ты, получается, выбиваешь крутой шмот, а какой-нибудь донатер с каким-нибудь крутым скином выглядит лучше, чем ты. Не, 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 а смотри, здесь же можно поступить то, как делают, в общем-то, все условно бесплатные проекты. Ты можешь продавать буст на получение опыта, чтобы быстрее копить очки парагона. Ну, почему не работает? Ну, потому что там и так с этим проблем нет. Не, ну, а теперь если в два, еще в два раза. Есть, как бы, пример Pass of Exile, где, по сути, продается косметика, это вся. Вот, можно продавать косметические вещи, здесь же, можно любой предмет превратить в какой тебе нравится. Я могу сказать просто, что тут разница большая. В Pass of Exile все же шмотки, они добываются, как считай, во втором Диабло, то есть, потом и кровью. Дроп рейд не такой высокий, как в третьей части, особенно сейчас. То есть, там это каждая твоя легендарка, это ого, это событие. И поэтому, то есть, там на самом деле люди, в принципе, не очень хорошо относятся к косметической броне, вот, красивой которой, потому что тебе хочется ее купить, но, а у тебя есть там твоя жалкая легендарка, деревянные доспехи. Вот. Хочется красивые. Но, с другой стороны, там есть именно очень красивые эффекты для заклинаний твоих. в общем, они пытаются придумать, но я не скажу, что Pass of Exile вот какая-то супер успешная игра в плане для разработчиков именно с финансовой точки зрения. А там вроде ее небольшая студия делает. А не за счет этого. Дело в том, что это небольшая студия, это то же самое, что вот как тот же, условно говоря, Smite, просто когда у тебя студия 50 человек, и все. И вот вы и делаете. Вот так же в Pass of Exile. Я думаю... В Diablo, где многомиллионная аудитория, и опять же, бюджет другой. Не думаю, что такая схема с простой косметикой подойдет, скажем так. Ну, сейчас Blizzard над этим будет работать. Я почти уверен, что они, собственно, и заменяют руководство для этих целей, поскольку... Ну да, фанатская база есть, игра есть, теперь нужно вот это все превратить в нечто то, что будет приносить доход ближайшие лет 5 до выхода условной Diablo 4. Если она вообще будет. Если она будет, да. Потому что сейчас, я так понимаю, Blizzard почувствовала, что а зачем вообще выпускать новые части, если можно неплохо наживаться на имеющихся. Вот опыт Headstone Heroes of the Storm показывает, что можно же неплохо зарабатывать выпуском бустеров и каких-то там скинов. Кто-то подходит и... Ну, теперь они должны опробовать какую-то бизнес-модель, посмотрим, что у них получится. Все же есть вот такая вещь, я не знаю, ну, мне так точно, по крайней мере, в Diablo не тянется, потому что я, по сути, прошел и поиграл за... Прошел в Diablo? Нет, прошел и поиграл за всех героев. То есть я всем пособирал почти все сеты, то есть, ну, по крайней мере, их посмотрел. И вот какого-то большого смысла вернуться даже в новый сезон там нет, потому что, ну, я все уже совсем видел, но реально, это просто повторение. Они PvP, может, запустят по итогу. PvP, PvP есть. У них уже есть PvP, оно называется Heroes of the Storm. Все. Я так... Вот у меня даже большое подозрение о том, что они тестировали сначала, как бы пробовали делать мультиплеер Diablo, потом подумали, слушай, о чем мы паримся вообще? И сделали Heroes of the Storm, как отдельный модуль мультиплеерный. Очень на это похоже. Ну, может, как-то по-другому. Я же говорю, сейчас Diablo пока в относительной спячке после ухода всех этих ведущих разработчиков, ну, главы двух, одного бывшего главы и другого нынешнего, и Боярский, который, я так понимаю, занимался там немножко другими делами. И когда они найдут новых людей, они будут думать, куда дальше двигать. Мое мнение, они будут ее двигать в условный фри-то-плей. С, ну, с донатом, с покупками, с какими-то еще вещами. Возможно, добавят какой-то элемент соревновательного мультиплеера. Другой, другая форма, не так, как в Heroes of the Storm. Что-то еще там придумают. Но, так или иначе, я сильно сомневаюсь, что они будут делать Diablo 4, и масштабный аддон к Diablo 3 мы увидим только после того, как они придумают концепт, переведут Diablo 3 на новую бизнес-модель или модифицируют текущую бизнес-модель. Запустят параллельно, скорее, для того, чтобы и продать новый аддон и начать, наконец-то, что-то делать. Будет как Reaper of Souls, то есть, это же было то же самое, что вышел этот патч 2.0, а Reaper of Souls был как бы этот 2.1, то есть, у тебя были эти всякие плюшки, ты видел то, что люди получают за дополнение, но пощупать сам не мог. И это сработало тогда прекрасно. Возможно, они повторят просто этот... Ну, естественно. ...что владельцы обычного Diablo чуть-чуть получат контент из дополнения, но только чуть-чуть, и он их заставит бить сразу аддон. Ну, да. Наверное, да, скорее всего, да, совпадет перезапуск Diablo 3, уже второй получается, и запуск очередного аддона. Это да. Вот. Тут, кстати, компания Microsoft интересуется у пользователей PC, что нужно сделать для развития компьютеров, как персональных компьютеров, как игровой платформы. Что бы вы, ребята, предложили компании Microsoft, чтобы... Поцеловать нежно габена и пойти к нему в магазин. Да. Ну, да, поцеловать, куда скажет, и столько раз, сколько надо. Я уже говорил как-то, Microsoft, прекращайте заставить, прекращайте заставлять Windows Store happen. It's not gonna happen. Нет, ни в коем случае. Вот так, да. И еще вернуть поддержку Windows 7 можно в игры свои. Вот. И все будет хорошо. А, и еще момент, как представитель рынка СНГ, сделать для СНГ-шного рынка региональные цены. игры с региональными ценами без поддержки Play Anywhere. То есть, в нашем регионе, потому что многие там пользователи правильно отмечают, что, я так понимаю, что поскольку там Play Anywhere, то о региональных ценах можно забыть. Естественно. Встал и ушел, что называется. Нет, или сделать региональные цены для Xbox, которые продаются в России, в конце-то концов. Давно пора, кстати. Черт побери. Мы с тобой периодически и так в разговорах касаемся. Пора бы ему, почему бы не сделать? Тем более, уже нормальной практикой является, когда игра в России на консолях, не на PC, только на русском языке. Ну, ненормальный, но, по-моему, School of Duty такое было, если ничего не было. Да, 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 да. Некоторые игры, да. Некоторые игры. Только один языковой пакет и все. Понятно, что там любители оригинальной, правильной озвучки взвоют, но это единственный, мое мнение, момент, который сейчас может как-то освежить отечественный консольный рынок, который в связи с экономическими особенностями развития государств нашего региона чувствует себя не лучшим образом. То есть, единственный способ заставить людей чуть больше тратить деньги на консоли, ну, не больше, в смысле, тратить деньги на консоли, это снизить цены на эти игры и сделать, да, региональные цены для Xbox. То есть, одно из двух. Если вот Microsoft это интересно, то как-то так. Но я принимал часть в вопросе, что-то похожее я отвечал там. А никто не хочет, чтобы на PC выходили с большой частотой ААА-проекты для того, чтобы повышать привлекательность PC как игровой платформы. У нас тут просто в комментариях, товарищи, что для PC обязательно нужны ААА-проекты. Просто мне это кажется немного смешным из-за того, что PC, оно в первую очередь сейчас развивается не из-за ААА-проектов, а как раз из-за всяких онлайновых условно-бесплатных проектов. Да, в общем. Причем очень внешне очень дешевых, без всяких каких-то сюжетных приключений. Можно подумать, что проекты Microsoft сильно дорогие. Ну, Killer Instinct, вот уже переживший три года, вроде как что-то уже собой представляет, они его выпускают в формате отдельной игры за 40 долларов предлагают, что, кстати, достаточно неплохое предложение сейчас в мире файтингов 40 долларов, а полноценный файтинг с кучей героев, интересной механикой с обновленной графикой. Capcom сейчас сидит и ногти кусает, что происходит, почему все так дешево, мы же хотели тут все продавать подряд, и тут, нате вам, все начинает сыпаться, вся вот эта бизнес-модель, когда у них каждого героя, каждый пук, каждую аренку, и музыкальный саундтрек желательно тоже переводят на донат какой-то свой, боже, как тупо все это, конечно. Microsoft в первую очередь надо избавиться от костылей полностью, от своих костылей, неважно, от каких-то костылей, касающихся, в смысле не своих, костылей, касающихся своего магазина, спорного, своей платформы, одной, вот, не PC, а Windows 10, надо же, когда ты же там пишешь про игры, про Microsoft, ты должен уточнять, что там условно река выходит не на PC и Xbox One, а на Windows 10 и Xbox One, в принципе, да, повысить, я еще, по-моему, отмечал качество портов, то есть, чтобы PC-версия не так, как в случае с Quantum Break, сколько-то мы патчили, месяц, два, для, да, вменяемого состояния, я не слежу, я Quantum Break на хуа не проходил, вот, то есть, вот такие шаги надо делать, улучшать качество своих проектов, так-то проекты у Microsoft хорошие, пытаться делать еще проекты витрины по типу каких-то там условных ААА-проектов Sony Style, на PC это бессмысленно, пользователи PC не ради этого на PC идут, в общем-то, плюс, да, сейчас основной, основная составляющая, так сказать, больших проектов, это мультиплатформа, в том числе и на PC. А знаете, что мне лично не хватает в PC-рынке? Мне не хватает некого агрегатора, ну, бывают такие вот сайты-агрегаторы, куда просто, то есть у них собственного контента нет, они туда просто скидывают контенты из других сайтов в виде ссылочек, то есть новость такая-то, статья такая-то, ты туда заходишь, а, ну, вот такие новости, и потом по ссылочке идешь на сайт для того, чтобы прочитать данную новость. На PC наблюдается очень интересная такая вот разбивка, есть много популярных магазинов дистрибуции, сервисов, дистрибуции, игр, которые друг с другом не пересекаются, или пересекаются слабо, то есть Electronic Arts, Battle.net, Steam, GOG, какие-то там свои тоже проекты продвигает. У каждого крупного держателя условно-бесплатной игры есть свой собственный какой-то сервис для того, чтобы ее держать. многие массовые онлайновые игры запускаются тоже через какие-то там свои окошки, что меня лично беспокоит. И хотелось бы иметь, знаете, сервис, куда вот все вот это вот, то есть, куда разработчики и издатели просто вписывают данные о своей игре, что она вот есть, ты ее тоже запускаешь, и потом, если захотел поиграть, все туда кликаешь. И там какая-то статистика, систематизация для того, чтобы просто пользователь имел представление, что вот эта игра есть, а не чтобы до нее каким-то образом пытались доносить. Еще мне очень не хватает единого аккаунта для всех игр, боже, как я это хочу. Ну, почему каждый пытается, ну, в Стиме понятно, да, есть общий аккаунт Стима, это прекрасно, но даже в Стиме иногда есть некоторые игры, которые требуют тебя, ты заходишь не через Стим, и тем не менее тебе приходится создавать свой отдельный логин для того, чтобы играть в данную игру. И здесь отдельный логин, туда отдельный логин, сюда, и меня это в некоторой степени уже бесит. Вот недавно была возможность поиграть в Paragon на PlayStation 4, кстати, пользователем PS Plus, эта игра сейчас доступна, а мне как-то ломает просто создавать логин на этом самом сайте Epic Games. Ну, просто ломает, не хочу я. не хочу, но не продумали вы вот это вот, почему вот не привязать к PlayStation 4, аккаунту PlayStation 4, почему не привязать к аккаунту Facebook, Twitter, чему угодно, для того, чтобы избавить пользователя от необходимости, логиниться и что-то там еще делать. Это, наверное, скорее всего связано с микротранзакциями, оплатой и проведением платежей. То есть, к сожалению, да. Я чувствую какие-то элементы. Поэтому тут вряд ли что-то похожее мы увидим. Не, ну это да, это у меня просто такая фантазия, потому что... Я тебя понимаю, мне тоже это не нравится, но, блин. У меня просто вот, у меня снизу вот стоит вот куча вот разных сервисов для того, чтобы получить доступ к разным играм. И мне вот хотелось бы, чтобы я нажимал одну единственную пиктограммку, и через эту пиктограммку у меня игры и обновлялись, и там данные, новости какие-то, чтобы все это было. Но, увы, приходится держать сразу все в фоне. Все это одно, что-то полезло обновляться, в другом какие-то извещения приходят, в третьем друзья зовут играть, и ты... Хорошо иметь одно увлечение, да? Pokémon GO и пошел себе. И пошел себе ловить покемона. Вот, и больше ничего. А тут, когда привязан куча разных сервисов, да, вызывает это неудовольствие. Но в целом, не знаю, что Microsoft будет делать. Я за то, чтобы они объединились на самом деле со Steam, потому что, мне кажется, это единственное верное решение. И еще, я думаю, стоит отметить одну штуку. Дело в том, что компания Valve была недавно участником скандала с онлайновыми казино, которые использовали оружие из Counter-Strike GO в качестве фишек. И пользователи играли на них друг у друга, с возможностью потом это оружие выводить в реальный мир. Деньги за это оружие. Valve прокомментировала ситуацию очень долго. Ей понадобилось времени, чтобы собраться с мыслями. И они сказали, что не ведут никаких дел с данными сайтами. Мы никогда не получали от них деньги. В Steam нет системы, которая позволяет продавать внутриигровые предметы за реальные деньги. Ну, в Steam нету, но тут же он отметил, что есть OpenID IP, которая позволяет привязывать твой IP к этому OpenID IP. И через это, тра-ля-ля, тра-ля-ля, все начинает совершаться. Именно покупки. Через это дело можно проводить уже и за денежки. Valve сказала, что они внимательно следят за ситуацией. Эти действия запрещены пользовательским соглашением, и Valve намеревается сделать очень жёсткий, очень сильный шаг. Разослать владельцам данных онлайн-казино письма с просьбой не заниматься вот таким вот делом. А если они не прислушаются, то они прибегнут к ещё более суровым мирам. Ещё это какими? Топнут ложкой? Второе письмо. Это, знаете, это фраза «последнее китайское предупреждение», да, это же пошло не просто так. Не помню времени, там, 60-е, 70-е годы, когда Китай ноту протеста подавал. Одну, вторую, третью, ну и вот так вот пошло. Это последнее предупреждение, это совсем последнее предупреждение. Вот сейчас мы вообще, вот вы видите нас из себя. Вот примерно как и Valve, я так понимаю, будет работать, потому что как-то давить законом они не могут на данные сайты. Но на этой неделе были не только такие новости странные, были новости интересные, интересные на нашу любимую тему феминисток в игровой индустрии. И вот было проведено исследование, очень, не знаю, не британскими учёными, не британскими учёными, исследование было проведено ребятами, которые внимательно оценили женщин в видеоиграх и пришли к выводу, что их всё ещё изображают излишне сексуальными. Ах, беда, беда, беда. И что с этим нужно всё ещё бороться? Ну, да, там 47... Они там ещё где-то нашли 47% женщин от всех игроков. И что компании теряют кучу денег. Надо было ещё сказать, что компании теряют кучу денег, не производя весёлые фермы, основной аудиторией которой являются эти 47% женщин игроков. Да. Ну, в общем... Хочу ничего нового, понимаешь? Интересно то, что сериал Tomb Raider привели в примеры качества того, что вот как надо женщин изображать в видеоиграх. То есть не в купальнике она бегает по крайнему северу, а вот в курточке. Всё это хорошо. И талия у неё, наконец-то, не супер узкая, и грудь не супер большая. То есть вот вполне себе нормальная человеческая женщина. Вот с такой и нужно брать пример. Но одно другому не мешает. На каждый Tomb Raider есть свой овервотч, грубо говоря, да? Мы уже говорили, к реальной борьбе за права женщин современный феминизм не имеет никакого отношения. Опять же, правильная демонстрация женских образов — это как? Вот, например, в играх серии «Ведьмак» один из центральных персонажей женских — это достаточно красивая Йеннифер. Да, очень. Один из ведущих персонажей. И, собственно, там все ведущие персонажи женские, с которыми Гераль пересекается, они симпатичные. Даже, в принципе, обычная девчонка — это Шанти, которая, как бы, такой контраст на фоне этих волшебниц. Вот, и там, в общем-то, основные персонажи женские красивые. Даже если мы берем это последнее дополнение «Кровь и вино», где это правительница Тусент и еще один персонаж, там все в порядке у них с внешностью. Очень хорошо, я бы сказал. Так это нетолерантные поляки. У них в игре даже негров нет. Ну, так да, это плохо. Ну, ничего не мешает этой. Они попадают в образ, понимаешь? Вот, понимаешь, крутая стервозная магичка. Мне сложно ее представить. Вот, Йеннифер некрасивый. Ну, сложно, например. Это вообще будет полное непопадание в образ. Если, ну, с моей точки зрения, если Йеннифер будет некрасиво, которая, Йеннифер, которая по сюжету крутая стервозная моя, это самое, волшебница. И если ничего не путется, это и ложь. По сюжету, по сюжету. В книге, простите, это там, ой-ой-ой какая-то. Она по сюжету ведьмака зажигает во всех смыслах «Будь здоров!» На все деньги. Один из крутых магов. Крутит и верит. Да, это, опять же, во всех смыслах. И кого хочет. То есть, сложно представить как-то персонал. Представь, кстати, если бы в фильме «Основной инстинкт» героиня Шерон Стоун вместо Шерон Стоун была Мелисса Маккарди. Вот понимаешь, если сейчас снимать ремейкши «Основного инстинкта», то это же получается нехорошо показывать красивую женщину в этом. Нехорошо. Тогда Мелисса Маккарди там вот танцевала на мужчине сверху, а потом его закалывала этим ледорубом. Да уже ничего не надо было бы. Да, там, в принципе, закалывать его этой хренью не надо. Понимаешь, есть как бы цельный образ. Образ Лары Крофт, ну, она, да, она может быть, в принципе, обычной девушкой. Но тогда, грубо говоря, понимаешь, там 47% женщин-геймеры. При этом в Томбрайдер играют по большей части мужчины. И в такие проекты будет видеть. Естественно. Поэтому разработчики как бы все понимают там. Ну, не разработчики, в том числе маркетологи из издательства, которые этим занимаются и продвигают игру, да и разработчики. Они прекрасно понимают, для кого они эту игру делают. Вот. Зачем им... Ну, кому ее надо продавать? У нас там правильно замешивают 47% женщин. У них самый большой, самый прокачанный персонаж – это свинья 90-го уровня на ферме. Вот. То есть... И поэтому она такая. И, опять же, есть образ некий. Есть образы, которые логично смотрятся, будучи... Ну, да, да, в том числе и некрасиво. Есть образы, которые сложно, ну... Сложно представить себе красивую женщину, например, в том или ином образе. Сходу назвать-то, блин. Чтоб так вот... Какой образ? Ну, не знаю, кикимора какая-нибудь. Сложно представить красивую кикимору. Во. Ну, например, в том же Ведьмаке. То есть есть образы, когда нормально, когда может быть обычная девушка. Есть образы, под которые лучше подходят некрасивые женщины. Есть образы, под которые идеально подходят красивые женщины. Вот. И в видеоиграх, мне кажется, плюс-минус с этим все в порядке. То, что в файтингах женщины зачастую все из себя такие... Ну, это, опять же, понятно, кому это надо продавать. Естественно. Зачем это надо все. То есть... Там только приветствуются не только красивые формы, но и реалистичная симуляция поведения этих самых форм. Да, кстати. Вот, опять же, если мы берем последние проекты, Mirror's Edge Catalyst, можно вспомнить. Угу. Где фейт необязательно должна была быть секс-бомбой и, в принципе, обычная такая девчонка с виду. Вот. Не то, чтобы суперкрасавица, но и не то, чтобы страшилище. Нормально попали в образ, все в порядке. Принципиально не то, что там все женщины одинаково должны быть некрасивые. Принципиально создание образа и внешность в видеоиграх. Поскольку это визуальный медиум, как и кино. Вот. Внешность в создании образа, в создании некой атмосферы влияет, тоже оказывает влияние на общую картину. Поэтому важно не то, что там женский образ должен попадать под формат какой-то там феминист. Если собрать всех феминисток и спросить, насколько эта женщина должна быть, какой она должна быть, мы увидим такой срач, что срач на тему нужны, не нужны новости про Overwatch покажется полной хренью. Вообще любой срач на этом фоне покажется полной хренью. В итоге они едва ли придут к какому-то выводу, как должна выглядеть идеальная женщина в видеоиграх с точки зрения воинствующих феминистов. Надо не из этого исходить, надо исходить как вот. У нас есть образ, у нас есть характер, у нас есть некое окружение, и вот надо посмотреть, какой должна быть девушка, как она должна плюс-минус выглядеть, чтобы адекватно и логично в этом окружении, в этом образе, в этом характере смотреться. Как-то так. Ну, что касается феминисток, меня всегда изумляло, к примеру, есть такое течение, когда девушки оголяют грудь, толпой причем оголяют грудь, выходят на улицы и с плакатами «Уважайте нас». Вот как-то не получается. Вот смотришь на подобные действия, вот как-то не получается уважать. Получается думать новые дуры. А что касается подобных исследований, подобных заявлений, ну, примерно те же самые мысли крутятся в голове, потому что, как ты правильно заметил, важен попадать в образ, но в то же время образ должен привлекать внимание, образ должен стимулировать игроков на то, чтобы им нравилось смотреть на данного персонажа, причем смотреть не 5 минут, не 10, не полтора часа, как в фильме, а смотреть с десяток, а то и 15-20 часов. Вот. Поэтому образ должен быть красивым в первую очередь. Красивым. Вот. Что такое красота, конечно, это понятие растяжимое. Вот. Но красивая девушка должна быть в видеоиграх, если она претендует на роль главной героини. То же самое относится и к парням в видеоиграх, в которых, ну, Кратос, конечно, он брутален по-своему, конечно же, да. А если не получается нарисовать красивого парня, нарисуйте мастера Чифа, морпеха из Дум, наденьте на него шлем и никогда не снимайте. И все будет хорошо. Дальше воображение додумает за вас. Ну, а по поводу финальной новости, которую мы обсудим в данном выпуске, стоит отметить следующее. Стоит отметить то, как в современной индустрии нужно продвигать игры к инди-разработчикам и тем людям, которые, ну, пытаются это делать. Дело в том, что недавно вышла игра Fury, очень интересный экшн-боевик, который состоит практически целиком полностью из поединков с боссами. И создатели этой игры воспользовались хорошо знакомой схемой, знакомой создателям по инициативе создателей Rocket League, когда игру в PlayStation Plus начали раздавать совершенно бесплатно и в течение месяца пользователи могли ее скачивать бесплатно, играть в нее, и в итоге создавалось такое очень интересное положительное движение. То есть, об игре начали говорить, ее начали обсуждать, игра хорошая, естественно, люди несли эту информацию, делились друг с другом, ну, а пользователи других платформ смотрели, смотрели на это, ну, и неволей-неволей шли покупать. Потом месяц заканчивался, а потом шли новые покупки. Для Rocket League это более чем успешно оказалась инициатива. Здесь создатели сделали то же самое. Fury доступна для пользователей PlayStation Plus бесплатно, скачивайте, играйте, пожалуйста, боевик замечательный. И, опять же, игра получает очень много отзывов, очень много положительных отзывов. А на этом фоне интересно посмотреть на другие инди-разработки, которые выходят вот в этот же период и создатели которых, ну, подходят к этому как, ну, к старому такому вот принципу, да, то есть я игру продаю и все, ни с кем-нибудь буду делиться, тем более бесплатно. Вот у них финансовые успехи очень скромненькие, да, Миша? Ну, плюс-минус там от игры зависит. Вот так. Но в Fury они попали, да, очень удачно. Так же, как и Rocket League. Ну. То есть, если неплохая игра, то почему бы ее не воздать на одной платформе, а на PC заработать денег? Мне вот очень печально за игру Steam World Haste. Дело в том, что игра крайне хорошая, очень классная тактика. Обзор ее будет опубликован на днях, но игра реально очень классная. И, ну, из-за того, что она такая зашоренная, да, то есть, ну, стилистика на любителя, да, грубо говоря. Стилистика на любителя, и в итоге люди ее очень слабо берут, слабо обсуждают. А если бы они вот поступили так, как вот эти вот создатели, если бы игру начали сразу на стадии выхода где-нибудь распространять, хотя бы хоть как-то в рамках какой-то акции, там, до однодневной, двухдневной, я думаю, это было бы очень хорошо в первую очередь для этих ребят. Также мне интересно, интересно то, что китайская компания, Миша, спасибо тебе за заголовок, китайская компания, занимающаяся поставками куриного мяса, купила создателей Enemy, территории Quake Wars. Отличная новость. Китайцы в последнее время скупают все, что плохо лежит, скупают разработчиков в основном, которые делают мультиплеерные проекты, естественно, потому что данный сегмент рынка приносит просто сумасшедшие деньги, худо-бедно, делаешь условно бесплатный проект и как-то, ну, и начинается, ну, не так давно. Так они же уже владеют то ли по этому, то ли полностью этими создателями Warframe. Warframe, тоже, тоже очень успешный боевик, причем, который развивается по разным направлениям, какие-то там дополнения еще выходят, постоянно создатели чувствуют себя очень хорошо, и здесь все это как-то так скапливается снежным комом, и у меня такое ощущение, вот когда я смотрел список самых доходных игр, ну, которые ежегодно приносят сотни миллионов, а то и миллиарды долларов, в итоге получается интересно, что, ну, кучей вот этих вот проектов владеют китайцы. Оп, оп, разбирают просто направо и налево, вот так вот, все что, все что так, до чего могут дотянуться, все себе, все себе, вот, и в этой связи удивляет латентность создателей, точнее, издателей западных, которые, как-то... Ну, Activision Candy Crush купила. Ну, да, вот эти купили, да, эти еще успели. Что осталось, то и хапнули. Да, Candy Crush купили, на Clash of Clans денег не хватило, вот, зато хватило у китайской компании Tencent. Ну, в целом, ситуации происходят на рынке интересные, все это развивается. Кстати, рекомендуем посмотреть 7-минутную презентацию ремастер-версии Call of Duty Modern Warfare, очень красивую переделку сделали, действительно впечатляет, мне очень понравилось, но вот, ну, учитывая, что это лучшая компания, наверное, среди всех игр серии Call of Duty, ну, вот, которые, но новомодных Call of Duty, ну, пожалуй, бы даже и хотелось в нее поиграть, но очень ломает то, что данная игра будет распространяться вместе с Infinite Warfare. Очень ломает. Подождем. Ну, подождем, пока... Не торопимся. Да. Хейтим Infinite Warfare, ждем отдельный Modern Warfare ремастер. Не, судя по... Мне ролик понравился, кстати, очень хорошо многие вещи переделали. В целом, так смотрится, я бы сказал. В этой связи мне интересно другие, это же самое начало игры, а там же вот эти полет на вертолете, падение, потом выживание. Да-да-да, в ядерный взрыв, вот как это все было перерисовано. Поэтому вот эта игра, как ни странно, вот этот вот ремастер у меня находится вот номер один по интересу. Я говорю не как игра, а именно как ремастер. Вот именно вот посмотреть вот эти все вот эти вот яркие моменты данной кампании очень-очень хочется. Дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, данный выпуск вам понравился. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. Я Антон Запольский-Довнер. До свидания. До скорых встреч.